Что влияет мама? Что видно, очень так прекрасно показывается. Мама нам дает здоровье, мама нам дает понимание жизни, мама нам дает выражение в жизни, мама нам дает внутреннее состояние того, как же мне сохранять эту жизнь. Папа нам дает, и этот период инстинктов, которые передаются, происходит с момента нуля до пяти лет. Есть понятие первого бинуарного ритма формирования нашего ребенка. Это происходит у всех людей с нуля до пяти лет. Если ребенок находится возле мамочки, если мама с ним работает, находится с ним в контакте, у них не нарошена никакая коммуникация, это ребенок, который правильно формирует в себе данный бинуарный ритм. С пяти лет до пятнадцати лет, бинуарный ритм переключается уже на десять лет, ребенок входит под влияние родовой системы по линии рода отца. Тогда уже на ребенка глобально начинает влиять отец. Если у ребенка с пяти лет до пятнадцати лет в его воспитание, в его активную жизнь, в развлечения, в коммуникацию с ним вступает отец, отец начинает передавать социальную реализацию. То есть папа является таким фундаментом и скиллом, который позволяет нам взаимодействовать, общаться, открывать перед собой новые социальные двери, иметь защиту от социального мира, иметь так называемую социальную защиту и повышение социального интеллекта. Если происходит правильное формирование ребенка до пятнадцати лет, он берет от папы все, что ему нужно с пяти до пятнадцати, от мамы с нуля до пяти, все процессы, которые произошли, это не то, что человек должен как-то осознанно правильно понимать, просто должна быть правильная здоровая коммуникация между родителем и ребенком. В этом состоянии у ребенка запускается свой личный бенуарный ритм, который запускается с пятнадцати до двадцати пяти лет, и в этом состоянии у человека формируется свой купол личности. Он формирует свою веру, он формирует то, кем он будет в будущем, он формирует свои личные качества, основываясь на том, что ему передало две родовых системы, материнская и мужская. Если правильно заложены данные бенуарные ритмы, с момента двадцати пяти лет опять включается родовая система линии рода матери, и ребенок по эгиде законов взаимосвязи, родитель ребенок возвращается к своей маме за благословением и построением своей семьи. С тридцати пяти уже включается точка результата. Тогда все то, что мы получили, если было правильное фирмирование, человек в тридцать пять лет, с тридцати пяти до сорока пяти лет, он может сказать, я знаю результат своей жизни, я понимаю, почему я здесь нахожусь, меня удовлетворяют все жизненные результаты, и я знаю, каким образом я буду строить свое будущее. Что происходит в социальном мире? Исключительно после трансформации. Потому что Ксюша, согласно своей внешности, выглядит как очень самостоятельная девушка, девушка, которая знает, чего она хочет, девушка, которая сама принимает решения о своей жизни, которая взвалит на свои плечи слишком много. И это говорит о том, что гендерно-энергетически Ксюша могла быть с мужскими вибрациями или мужскими энергиями. То есть вот такая вот история. Точно так же и мужчина на сегодняшний день, мужчина, который трансформировал свою мужественность, это мужчина, который ведет за собой, который берет ответственность за себя, который берет ответственность за своих родных, близких, любимых, которые находятся рядом. Это мужчина, который легко реализуется в материальном мире, это мужчина с раскрытым мужским потенциалом, у него было правильное формирование от линии рода отца. Но социальный мир регламентирует совершенно другие качества, где сейчас в женщине формируют гендерно-мужские процессы, а напрямую катализатором формирования в женщине мужских качеств будет родовая система. А в мужчине социальный мир формирует равенство и занижение мужских качеств, где катализатором точно так же будет родовая система. Если родовая система здоровая, мужчина никогда не станет тюфтяком или никогда он не станет бабником или никогда он не станет пустословом, трудным так называемым, который не может ничего реализовать, а только всех вокруг обвиняет и будет просто эмоционировать как женщина. И точно так же девушка, если у нее будет здоровая родовая система, правильное формирование, коммуникация между мамой и папой, у нее будет данный сценарий записан на генетическом уровне. Это девушка, которой никогда не нужно будет взваливать на свои плечи ничего и не нужно будет брать телегу, тянуть за собой, не нужно будет воевать со всеми мужчинами и бодаться своими рогами с этими мужчинами для того, чтобы его подтоптать под свой каблук. Все знают о кармическом законе бумеранга, все знают о кармическом законе обратной связи. А еще есть такой кармический закон, который называется увеличенное зеркало. Все, что нас бесит в окружающем мире, все, что нас раздражает, все, что мы не принимаем, все, к чему мы имеем некую условность, это увеличенная позиция тех негативных качеств, которые есть внутри меня. Обвинение – это самая глупая вещь, которую человечество может создавать, самая глупая. Потому что для того, чтобы обвинять, для этого не нужно быть умником совершенно. Потому что умный человек – это тот человек, который умеет и имеет в себе силы на то, чтобы оправдать выбор любого человека, поступок любого человека, действия любого человека. Но для того, чтобы научиться оправдывать, мы должны глубинно работать со своими бессознательными процессами, с какими-то внутренними аспектами, психологическими аспектами. И когда человек начинает работать над собой, но я еще не видел ни одного человека, который бы занимался терапией, который развивался духовно, личностно, чтобы у него вдруг остались претензии по отношению к окружающему миру. Потому что первое, когда к нам приходит клиент с претензионностью по отношению к окружающему миру, а не к себе, мы всегда говорим, ну, милый, добро пожаловать. Это качество того, что мы должны с этим человеком работать. Потому что когда человек в терапии есть внегласное правило, кто имеет терапевтические навыки, у нас есть внегласное правило. Если к вам приходят клиенты, говорят, у меня все хорошо, у меня все прекрасно, проблема в этом, в том или в таких-то вещах, это показатель не для нас, что это именно тот клиент, который имеет проблемы, и нам необходимо погружать его в глубину работы с самим собой, а не с внешними процессами. Потому что когда мы зададим вопрос или рассмотрим наше сознание, почему наше сознание акцентируется на каких-то внешних процессах, потому что внутри там так больно и так страшно, что сознание просто не запускает его внутри. И, ты знаешь, я очень много раз сталкивался с проблемами, я не знаю, сексуального насилия, физического насилия моих клиентов, где у них были претензионные позиции к внешности. И когда ты понимаешь, что проблема на самом-то деле не внешности, а внутри, ты пытаешься человека завести, а человек впирается руками и ногами, он говорит, нет, 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 ни при каких условиях. И тогда приходится уже применять более глубокие техники, в которых мы обезоруживаем наше сознание, для того, чтобы оно не идентифицировало, что я буду работать с вот этой вот травмой, болезненной травмой, которую нужно вытянуть. Потому что травмы, к сожалению, очень глубоко, как метастазы, сидят в нашем сознании, и их очень тяжело оттуда искоренять, очень. Будем этот ответ делить опять на два. На психологию и на какие-то энергетические процессы. Первое. Я это регламентирую уже 8 лет. Что для того, чтобы трансформировать вашу жизнь и менять вашу жизнь, вам никто вашей жизни не нужен. Самое главное – найти внутреннюю опору внутри себя и двигаться к тому, к улучшению своей жизни. Каждый день маленьким шагом, маленьким действием, одной минуткой, только для самого себя, это уже будет приближать вас к счастливой жизни, в которой не будут ни родовые системы на вас влиять, ни детские травмы, я не знаю, ни шизофренические эпизоды, ни неврастения, ни депрессии. Если ты будешь работать, у тебя есть все возможности, все силы для того, чтобы это делать. Почему? Сейчас зрители должны задать вопрос. Потому что мы с вами находимся в эру информации. Понимаешь? И вот почему мы осуждаем наших родителей? Потому что они не имели этой информации. Вот как их воспитали, вот какую любовь им дали, вот как им показали образ жизни, так и дали нам. А тут мы такие выродились, умники. А у нас, простите, каждый второй психотерапевт, каждый второй психолог, мастер, гуру, проводник, садху, будду и тому подобное. И мы имеем слишком много претензий. Эти претензии как раз таки не позволяют нам восстановить эту родовую связь. Поэтому первое, это самостоятельная работа с самим собой. Потому что я говорю, что к специалистам обращаются лентяи. Конечно, не во всех случаях есть случаи, когда действительно нужна экспертная, профессиональная помощь. Я никого ни к чему не призываю, просто указываю и даю вам мотивацию в то, что силы есть и потенциал для трансформации личности абсолютно у каждого человека. Ну и вот родовая система. Что же делать, если мы идентифицируем разорванную коммуникацию и связь? Есть два пути. Но этих два пути, о которых я вам сейчас скажу, вы должны их объединить в один путь. Потому что трансформация любого вопроса, трансформация любой проблемы в вашей жизни невозможна в аспекте какого-то определенного одного течения. Если, давайте с тобой представим, Ксюша, давай на примерах метафорически будем работать. Прости, ты у меня сегодня один прекрасный пример, поэтому я буду на тебе тренироваться и показывать нашим зрителям, каким образом мы должны производить трансформацию. Вот давай представим, что, к примеру, у тебя разорванная коммуникация с мамой, у тебя деструктивные процессы какие-то с мужчиной, потому что у мамы они так же были. И вот я тебе говорю, ну у тебя разорванная связь, ты это осознаешь и понимаешь. Ты говоришь, все, я начинаю работать, и такая, я иду в терапию, нашла крутого психолога, начинаешь с ним работать месяц, два, три, четыре, пять, шесть, и ты реально чувствуешь улучшение. Ты чувствуешь очень мощный крутой результат. Мы должны с вами понять, что мы, как личность, мы имеем разные слои нашего сознания. Именно три слоя сознания. Это сознание души, это все наши психоэмоциональные процессы. Сознание разума, это все наши аналитические процессы. И сознание тела, это все наши физические процессы. И вот ты такая, все, я с психологом трансформирую меня, вот это и вот это. И уровень сознания разума твой начинает чистить это поле. твое сознание становится причесанной, красивой библиотекой, в которой все расставлено по полочкам, психолог тебе помог это сделать. И ты эту конструкцию выстраиваешь на бессознательных процессах. Вот психолог говорит, ну мы решили уже, вы приняли маму, вы ее полюбили, вы простили, и вас психолог отпускает. И тут, Ксюша, спустя от 3 до 6 месяцев, старая фантомная нейронная сеть, которую разрушал твой психолог, она вдруг начинает внизу сигнализировать, и давать сигнальчик, и стоп, 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 а точно ли ты проработала? Ты же-то работала здесь, а не вот здесь. А у психолога нету, у него инструмента для того, чтобы разблокировать ниши бессознательные процессы. Не существует у психологии этих процессов. И вот так происходит, складывается, что человек сваливается обратно в откат, и у него трансформация не достигается того результата, который есть. Он или откатывается на ту позицию, в которой он был, или еще дальше, или в какой-то процентном соотношении, но в любом случае назад. Или давай представим, что ты с магомышлением. Ты очень эзотеричная, у тебя очень много духовных процессов. Такая, я сейчас поеду к шаману, я не знаю, сейчас меня там чем-то окулят, или чем-то напоят, или, я не знаю, там, начну я как-то интересно танцевать. И это уровень сознания души, потому что будут возбуждать у тебя эмоции, чувства, ощущения. Вот представь, твои бессознательные процессы их вытягивают наружу, их убирают, начинают стирать, но только нейронная программа твоего сознания, она работает по старым алгоритмам, которые были записаны. И ты говоришь, вау, круто, шаман, мне так супер, мне так классно, не важно, кормолог, астролог, целитель, медиум. Очень круто, вы такой специалист, вы бог. Происходит полгода, и через полгода как стреляет, вот несоответствие сознательного процесса с духовным, потому что в любом случае, если мы трогаем душу, но здесь ничего не меняем, точно так же происходит этот перекос. Поэтому любая трансформация, в первую очередь с родом, не имеет права никакого перекоса. Поэтому моя рекомендация трансформации родовой системы подойти к этому вопросу комплексно. Как? В первую очередь психологически. Вы можете сделать это самостоятельно. Вы читаете Эрика Берна, я не знаю, вы читаете Фройда, вы разбираете, что такое гешталь, что такое психоанализ, что такое психосинтез, как все эти процессы влияют на вас, каким образом трансформируют своего внутреннего ребенка, своего родителя, своего взрослого. В общем-то, начинаете играть в шахматы, или идете учиться, получаете образование, параллельно себя трансформируете, или вы ищете специалиста, который вам откликается, своего терапевта или своего психолога. И обязательно важно понимать в той методике, которая подойдет именно к вашему сознанию, потому что в психологии огромнейшее количество разных психотерапевтических методик. Это важно понимать. И очень часто человек попробовал одну методику, она вообще не о нем, он говорит, все, психологи – это фигня. Разные есть психологи в разных методиках. Найди свою методику. После того, как ты начал заниматься своим сознанием, анализом, анализируешь то, что-то неправильное, осознаешь, осознание уже является путь к этой трансформации, я обязательно рекомендую запускать духовный процесс, включать уровень сознания-разума, то бишь не только аналитику в вопросе осознания своей проблемы с родом, но еще и эмоцию понимать. В эмоции я буду давать трансформацию следующей рекомендации. Конечно, здесь могут быть родовые медитации. Они вот очень так же у меня есть. Я всегда своим клиентам говорю, она будет работать на вас. Вы сможете получить неимоверный результат. Только сначала вот здесь вот приди к тому, что же ты имел, что ты имеешь сейчас и что нужно предпринять на уровне сознания тела для того, чтобы ты получил в будущем результат правильный. Эта медитация эмоционально тебя правильно настроит. Первое – расстановки по хеллингеру системные, холотропное дыхание, медитативные техники, гипнотические техники, разные, я не знаю, хатха-йоги, кундалини-йога, тета-исцеление, тета-хилинг. Все то, что нацелено на разблокировку эмоционального процесса. Если вы параллельно работаете в разблокировке психоэмоционального процесса с аналитикой, с психологом, консультантом и самостоятельно, у вас сходятся два уровня сознания – сознательный и бессознательный. Когда сходятся два уровня сознания, и мы смотрим в трансформацию в одном направлении, что происходит? Осознанность. Осознанность – это только тогда, когда сознательно и бессознательно смотрим в одну сторону. И это соединение дает нам возможность на уровне сознания тела, то бишь действия двигаться уже прямо к результату без отката.